Разберем задание номер 13 из досрочного единого государственного экзамена по математике профильный уровень. Необходимо решить уравнение и указать корни этого уравнения, принадлежащие отрезку. Удобно для решения сделать замену, а именно логарифм по основанию 2 от 2 косинусов х заменить на новую переменную t. Тогда уравнение будет иметь вид 2t квадрат минус 9t плюс 4 равно 0. Находим корни. Можно найти или через дискриминант, или методом переброски. Удобнее и быстрее найти методом переброски. Число 2 перебрасываем к числу 4. Будет 2х4 8. Потерим вид, находим корни 1 и 8 и делим каждый из этих корней на число, которое мы перебрасывали, то есть на 2. В результате получаем корни 1, 2 и 4. Кому интересно более подробно узнать, как работает метод переброски при решении квадратных уравнений, смотрите два коротких урока по ссылкам в описании к этому видео. Итак, делаем обратную замену. Вместо t подставляем то, чему это t было равно. То есть логарифм по основанию 2 от 2 косинусов х равно 1, 2. Или логарифм по основанию 2 от 2 косинусов х равно 4. По определению логарифма находим подлогарифмические выражения. Тогда получаем 2 косинус х у нас будет равно 2 в степени 1, 2. Или 2 умножить на косинус х равно 2 в четвертой степени. Никаких областей допустимых значений логарифма здесь нам не понадобилось. Почему? Потому что у нас наше подлогарифмическое выражение всегда строго положительное. 2 в 1, 2 и 2 в 4. Так вот, в результате получаем, делим сразу обе части на 2 и получаем косинус х в первом будет равен 2 в 1, 2 это корень из 2, да еще надо на 2 поделить. Корень из 2 на 2. Здесь во втором мы делим обе части на 2, получаем в результате косинус х равен 2 в кубе, то есть 8. Косинус х равен 8. Сразу можно заметить, что второе уравнение решения не имеет. Почему? Потому что косинус х изменяется от минус единицы до единицы, а число 8 не входит в множество значений косинуса. А это значит, что второе уравнение корень не имеет, пишем пустое множество. Ну а для второго уравнения по готовой формуле сразу запишем готовое решение. То есть х будет у нас равен плюс-минус π на 4 плюс 2πn. n принадлежит множеству целых чисел. На вопрос а мы ответили, осталось только отобрать корни, удовлетворяющие нужному нам промежутку. Покажем на тригонометрическом круге. Во-первых, наши корни, это плюс-минус π на 4. Делим дугу в первой и в четвертой четверти пополам. Показываем точку, которая соответствует для первой четверти. Эта точка соответствует углу π на 4. То есть можно для первой четверти написать угол π на 4. И если это четвертая четверть, можно вот эту точечку записать как минус π на 4. Но это ничего не значит пока что еще для наших корней, которые мы отбираем. Далее нам необходимо на числовой окружности показать вот этот наш промежуток. Минус 2π соответствует нулевому значению. Это значит вот здесь вот начнем с этой точечки. и эта точка минус 2π. Теперь нам необходимо двигаться в сторону увеличения угла и дойти до точки минус π на 2. Минус 2π до плюс π на 2. Мы тогда придем вот в эту точку. И эта точка у нас уже будет минус 3π на 2. Потому что минус 2π до плюс π на 2 будет минус 3π на 2. Минус 3π на 2. Далее идем дальше. Следующая точка. Минус 3π на 2 до плюс π на 2. Это будет минус 2π на 2. На 2 сокращаем будет минус π. Идем дальше. Прибавляем к минус π еще раз π на 2. Получаем минус π на 2. Это и есть правый конец нашего отрезка. То есть обход закончен. То есть получается мы должны пройти вот эти 3 четверти. И вот на пути нам только один раз попадается нужный нам корень. Вот он. Вот эта точка только один раз встретилась нам на пути. Как ее найти? Надо к значению минус 2π прибавить вот этот угол π на 4. То есть минус 2π плюс π на 4. Это и будет наш корень. Таким образом, х это ответ на вопрос А. Это ответ на вопрос Б. х будет равен минус 2π плюс π на 4. Приводим к общему знаменателю. Домножаем на 4. Тогда будет минус 8π плюс π. В результате получаем минус 7π на 4. Записываем ответ. Ответ. Ответ на первый вопрос. Это общее решение. Общее решение имеет вид плюс-минус π на 4 плюс 2π. π плюс 2πн. n принадлежит множеству целых чисел. И после отбора корней у нас получился только один корень. Это минус 7π на 4. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк и напишите несколько слов в комментариях к этому видео. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.